Инвалид из Белоруссии решил проехать всю Европу на хендбайке. Это такой велосипед с ручным управлением. Александр Авдевич отправился в одиночное путешествие длиной 4000 километров. Он хочет создать центр реабилитации инвалидов в родном городе Лида и исполнить давнюю мечту увидеть океан. Свою компанию в социальных сетях Александр назвал «Беларусь. Алиен. Путешественник» до этого уже проехал пол Европы. Идея нового приключения родилась спонтанно. Это было продолжение моего фильма. То есть год назад примерно я съездил в похожее путешествие из своего города до Балтийского моря. Но там мы просто снимали небольшое документальное кино об этом. Опять же, это была авантюра. Велосипед мы взяли случайно под депозит в одной польской фирме. Хендбайк, я имею в виду. Он был спортивный. То есть в него я не мог самостоятельно садиться. Александру 31 год. И пять лет последних он прикован к инвалидной коляске. Попал в автокатастрофу. При обгоне его спортивного мотоцикла на большую скорость врезался в столб. Пришлось привыкать к жизни в инвалидном кресле. Родители оборудовали для него в гараже студию с тренажерным залом. В первую очередь выйти из жизненного тупика молодому человеку помогла мама. Теперь каждое утро Александр начинает с тренировки. Первые средства на путешествие он собрал по краудфаудингу. На своем фейсбуке он активировал кнопку для пожертвований. Теперь у Александра появились друзья во многих странах. Во-первых, на гостиницах я экономил. Останавливался только когда мне надо помыться или сделать свои какие-то специальные инвалидные нужды. Потом начали добавляться какие-то друзья, знакомые, предлагать, где можно у кого переночевать. Опять же, кто-то там, я не знаю, предлагал помочь с отелем. А вот сейчас дошло до того, что... Ну, блин, пока что, правда, больше людей пишут мне из Испании, из Португалии. Что, типа, приезжай, все тут вообще просто вариантов целая куча. Как признается Александр, к хендбайку он привыкал недолго. Сел и поехал. После Европы он хочет совершить путешествие по Америке от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Уже несколько лет путешественник также возглавляет ассоциацию инвалидов-колясочников в родной Лиде. Он старается гулять по городу, посещает театры и кафе, ездит с компаниями на природу. Ищет, что можно переделать для удобства колясочников. Самая большая трудность, как для человека в инвалидной коляске, это, естественно, туалет. Туалет – это организация быта. То есть если здоровый человек может в лесу сходить просто в туалет куда-то за кустик, то с инвалидом так не прокатится. Ему обязательно нужно где-то доступ к воде и все это сделать, наладить. Ну и, естественно, поставить палатку в месте, где нельзя объехать вокруг на коляске, тоже нельзя, потому что не подъедешь ты там, никак нельзя подъехать. Плюс еще надо где-то поставить велосипед, чтобы ты с него мог сесть в коляску и потом еще взять палатку и еще объехать велосипед по кругу. То есть изначально для меня это были целые квесты.